Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Вассенда. Смотрите сейчас. В Бобруйске продолжаются работы по ремонту дорог. Приятно ходить по такому тротуару. Где нашли столетнюю брусчатку. Без труда. Могилевчанка вместо денег заработала срок. Все получится, 100%. Сколько светит любительница легких денег. Праздник в стиле 19 века. Во дворцово-парковом комплексе в Жиличах прошел сентябрьский фест. Позвольте представиться Игнатию в Булгах. Как это было. А также новый помощник президента. Снижение цен и вопросы к адвокату. Ко дню пожилых людей специалисты по всей стране проведут бесплатные консультации. Какие условия. В списке 14 фамилий. У президента прошел кадровый день. Помощником главы государства и инспектором по Гомельской области становится Юрий Горлов. Александр Лукашенко также согласовал новых председателей располкомов. С этого дня в должности генерального директора Бобруйска Громаша вступает Олег Корсак. Аналит Сельмаш Роман Трубецкой. К тому же меняются заместители министра природных ресурсов и охраны окружающей среды и экономики. И это еще не полный список назначений. К вам сейчас придут и будут рассказывать, что то или иное невозможно. Но как я часто говорю, мы же не на войне. Мы делаем в мирное время то, что всегда делали и что умеем делать. Заставить своих подчиненных это сделать. А Витебская и Гомельская области, Могилевщина, ну это железный контроль. Хватает вопросов в Брестской области. И если движение идет по кадрам, особенно, как я тут читаю, по соглашению сторон. Это значит, бывшие руководители не очень-то справлялись на этой должности. Поэтому я вас очень прошу и еще раз подчеркиваю, компартии нет. Все в ваших руках. На заседании Александр Лукашенко затронул тему предвыборной кампании. На парламентских выборах необходимо поддержать достойных патриотичных людей и профессионалов своего дела. Для эффективной работы идеологическая составляющая имеет первостепенное значение, подчеркнул президент. Жительница Могилева хотела заработать и попала на срок. 28-летняя жительница областного центра на объявление наткнулась на просторах интернета. Предложение легко заработать не оставила равнодушной женщину. Все, что требовалось, оформлять банковские карты на себя и передавать реквизиты работодателю. Взамен ей обещали 90 рублей. Однако куратор на этом не остановился и велел своей жертве найти еще таких же посредников. Он вам их заплатил? Нет. Почему? Я догадал, что если второго человека я найду, тогда все получится, 100%, тогда все там пройдет. Тогда заплачу. Но в итоге я ему человека не дала и пропал, перестал уходить на смерть. Таким образом она оформила несколько карточек. Общая сумма нелегального денежного оборота составила более 55 тысяч рублей. Мошенники в интернете продолжают отмывать деньги, обманывать наивных пользователей, тем самым переступая граню морали и закона. МВД напоминает, за продажу реквизитов банковских карт предусмотрена уголовная ответственность. Беспошлиный ввоз, новации в образовании и запасы на зиму. В Минлесхозе идет активная подготовка к отопительному сезону. По чем дрова? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С 1 октября в Беларуси уменьшатся лимиты беспошлиного ввоза товаров до 500 евро, а вес не более 25 килограммов, что наполовину меньше нынешних показателей. В ГТК отметили, нормы доставки по воздуху останутся на прежнем уровне до 10 тысяч евро. При этом изменения затронут международные посылки. В март заявили о рекордно низком темпе роста цен в Беларуси. За прошедшие 8 месяцев показатели увеличились всего на 2,3%, а это исторический минимум. В августе и вовсе было зафиксировано снижение стоимости товаров. Все благодаря решению правительства о введении особой системы регулирования, которая действует с ноября 2022-го. В Беларуси предложили зачислять медалистов в региональные вузы без экзаменов. Минобор поддерживает идею ввести для таких абитуриентов нижний порог среднего балла аттестата. Плюс предоставить право выпускникам инженерных классов поступить на специальности технологического профиля без вступительных испытаний. Такая практика уже есть в отношении учащихся педагогических, аграрных и военно-патриотических классов. В Минлесхозе идет активная подготовка к отопительному сезону. К 1 октября на складах должны быть сформированы запасы топлива. По стоимости 1 кубометр дров обойдется в 15-20 рублей. Объемы практически созданы. В холодный сезон у беларусов пользуются спросом смешанной породы. Плюс на торговых площадках предлагают доставку прямо к дому. Бесплатные консультации накануне Дня пожилых людей 29 сентября проведут адвокаты. Главное, чтобы это не касалось предпринимательской деятельности и не требовало ознакомления с документами. На практике во время таких акций людей чаще всего интересуют вопросы, связанные с семейными отношениями, с социальной поддержкой, а также трудоустройством и исчислением стажа. С 26 по 29 сентября в Бабруйский районе пройдет проверка систем оповещения. Сигналы горожане могут услышать с 9 до 17 часов. При этом МЧС просит сохранять спокойствие и не паниковать. Включение подобных сирен, которые называются сигналом «Внимание всем!», они включаются в случае возникновения чрезвычайной опасности. И своим громким продолжительным сигналом они информируют людей о произошедшей чрезвычайной ситуации. Звук сирен распространяется в радиусе 400 метров. Как пояснили в МЧС, это необходимо для того, чтобы убедиться в их технической работоспособности и качественной сработке в случае возникновения ЧП или стихийных бедствий. В Бабруйске продолжается ремонт дорожного покрытия. Некоторое время назад начался апгрейд на отрезки от Минска до Центрального пляжа. Сейчас работы ведутся в районе санатория имени Ленина на спуске к реке. Мы обратили внимание, что все дороги сейчас у вас благоустраиваются. Если пройти вот туда, с другого угла нашего санатория, там уже сделали тротуар, приятно ходить по такому тротуару, чистенько, аккуратненько. Центр особенно чувствуется очень хорошо, кустики подрезаны, все прочищено. Вот говорят про Минск, что он очень чистый город, привлекает много туристов. Но я не могу сказать, что у вас чем-то хуже. При среде асфальтового слоя рабочие обнаружили старую брусчатку. Столетнее покрытие служило дорогой к водоему, а после использовалось как основа под асфальтобетон. Брусчатка, несмотря на время, неплохо сохранилась. На ее месте в планах укладка нового полотна. Также в этом районе планируется полностью заменить проезжую часть и обновить тротуары. Дворцово-парковый комплекс жилища после долгой реставрации распахнул свои двери. В честь масштабного события на территории комплекса развернулся настоящий бал. К исторической эпохе прикоснулась и Елизавета Липеева. Позвольте представиться. Игнатия Булгак. Это моя жена Тереза Булгак. 200 лет назад был основан этот дворец. Мною, ну, вы видите, во что-то превратилось. Тысячи людей со всех уголков Синеока и погружаются в давно ушедшие времена. В комплексе впервые сентябрьский фест. У дворца разворачиваются фестивальные улицы. Торговые ряды, выставки ремесленников и народных мастеров, интерактивные зоны, выступления реконструкторов, презентации музеев. И все это рядом с белоснежной жемчужиной архитектуры XIX века. Нашим президентом был озвучен этот объект как приоритетный. И, к счастью, после этого очень пристарное внимание было уделено нашему объекту, в том числе со стороны Министерства культуры и самого президента. И в этом году мы рады уже принимать гостей полномасштабно. Во дворце настоящий ажиотаж. Всем не терпится увидеть плоды многолетнего труда реставраторов. Масштабные работы здесь начались в 2009-м. Хранители красоты буквально по миллиметру счищали краску и воссоздавали уникальный интерьер. На восстановление аутентичного великолепия понадобилось более 30 миллионов рублей. От изящества результатов кружится голова. Наши реставраторы старались нигде не отступать от оригинала. Благо, у нас была очень хорошая научная база. Фотографию белорусского фотографа Яна Булгака. Ещё акварели белорусского живописца Наполеона Орды. Ну и плюс, конечно же, исследования здесь на месте. Основная экспозиция включает 12 залов. Каждая комната поражает не только своей историей, но и схожестью с первозданным обликом. Банкетный зал – самая роскошная величественная комната дворца. Стены украшают портреты членов семьи Булгаков. Красотой и масштабом поражает киссонный потолок. Высота – 8 метров. Бесценная особенность именно в декоративном покрытии. Росыпь изысканных углублений в пять уровней и 40 квадратных метров ослепительной позолоты. Множество ажурной лепнины. Каждая деталь – уникальное отражение XIX века. Дворец построен в стиле ампир. Это наследие Римской империи и империи Наполеона Бонапарта. Самый великолепный стиль, который только можно было себе придумать. Наш Игнатий Булгак знал, что выбирать, когда строил этот дворец. С оглядкой на историческую эпоху. Галантные кавалеры в белых перчатках приглашают на танец элегантных дам в изящных нарядах. Бальный зал по-настоящему оживает и в вихре танца под классическую музыку переносит всех гостей в далекий романтичный век. Мы готовились месяца три к этому балу. Мы репетировали очень много. Все исторические танцы, вальсы, полонез. Эта мероприятие – это просто какая-то сказка. В нашей такой обыденной жизни – это просто праздник такой. Спасибо огромное организаторам. Мне очень это нравится. Меня наполняет, вдохновляет. Это благодарно, что в эту атмосферу я окунулась. Буду продолжать танцевать. Это, конечно, восхитительно. Дворцово-парковый ансамбль в Жиличах – историко-культурная ценность международного уровня. В этом году памятнику архитектуры исполняется 200 лет. И сентябрьский фестиваль такого масштаба, несомненно, претендует стать славной традицией. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!